Ребята, всем привет! В данном ролике мы протестируем лодку Флагман ДК-320. Долгожданный ролик, долгожданные тесты. Лодка Флагман ДК-320 является младшей моделью в лодках серии ДК. Эта лодка самая маленькая, самая легкая, однако у нее все те же плюсы, которые имеет конструкция ДК. Напомню для тех, кто не знает, ДК это лодки, у которых днище идет целиковое, а сверху уже встают баллоны. Что это нам дает? Это дает нам больший кокпит, большую высоту борта, большую обитаемость и лучший выход на глиссер под слабыми моторами. Также лодки серии ДК могут вытащить больше на глиссер, чем обычные классические лодки. Вот мы сейчас покатаемся на Флагман ДК-320 и посмотрим, на что способна данная лодка. Поэтому смотрим, не переключаемся. Также, ребята, не забываем, что для всех зрителей канала будет скидка на лодки Флагман. Чтобы получить лодку со скидкой, нужно написать мне на электронную почту, либо позвонить по телефону, который будет с закрепленным комментарием. Покупая у меня лодку, вы таким образом поддерживаете мой канал и помогаете каналу развиваться. Вот у меня здесь лодочка Флагман ДК-320. Смотрите, в Шкоду Октавию она помещается даже в багажник, без раскладывания сидений. Шкода Октавия, конечно, славится своим багажником, Однако, смотрите, как компактно помещается лодка. Здесь только лодка, без скамеек, без весел, просто лодка с сумкой. Давайте я сейчас попробую ее один донести. В принципе, это вообще без проблем. Вот я несу. Без проблем. Не очень легко, конечно, никак. Так, 330У. Ну, однако, давайте попробуем взвесить, сколько весит лодка Флагман ДК-320. Без сумки, просто сама лодка. 36 с хвостом. 36 с хвостом. Давайте измерим размер сумки. Без банок и весел. Так, длина. Длина где-то... Так, если поджать, 110. Ширина. Ширина чуть меньше 60, 58. Так, высота где-то 35. Так, ну что, давайте распаковывать. Так, раскатывать. Лодка с виду небольшая, но подождите, сейчас мы ее надуем. И увидите, что она из себя представляет. Ну вот, я разобрал лодочку. Давайте ее надувать. Так, накачивать будем моим любимым насосом. Браво БТП-12. У меня Браво БТП-12 Digital. Есть такой же насос, вот БТП-12 манометр. Они, в принципе, ничем не отличаются. БТП-12 манометр даже удобнее, потому что крутилку сразу можно быстро переставлять, а здесь приходится кнопками щелкать. Но суть одна и та же, это один и тот же насос. Данный насос мне очень нравится. Это один, скажем так, мой любимый насос. Идеальное сочетание цены и качества. Накачиваем лодочку. Начинаем с задних баллонов. Немножко даем давление не до конца, а потом добиваем уже носовой баллон. Ну вот, я накачал лодочку. Флагман ДК-320. Конструкция такая же, как на всех лодках ДК. По сути, это такая же лодка, как ДК-390 игла, просто она более короткая. Видим, какие короткие задние свесы. Так, давай сейчас померю все размеры, а потом уже спустим лодку на воду и покатаемся. Измеряем внутреннюю длину коксица по полу. По полу 2,70 длина. Но если брать по баллону, по баллону, наверное, чуть поменьше. По краю баллона будет, наверное, где-нибудь 2,65. Мерим ширину лодки внутри по полу. По полу внутри 90. У касательных баллонов 72. Так, померим высоту транса. Всем это интересно. Ну, 41, как на всех флагманах. Так, диаметр баллона, ну, где-то 40, как и заявляет флагман. Так, скамейки я с собой не взял, но можем примерно оценить высоту посадки. Высота посадки где-то 36, ну, или 35 примерно. Давайте померим высоту борта. Высота борта где-то около 60 сантиметров. Толщина матраса NDND около 20 сантиметров. Как выглядит днище? Ну, днище, таки, днище телевое. Как на всех флагманах ДК. То есть, эта лодка такая же. ДК 390 игла, то же самое, просто чуточку, просто покороче. То есть, ДК 370 игла, ДК 320. ДК 390 игла, 410. И 430, это одна и та же лодка, просто имеет большую длину. Лодка имеет два задних отсека, носовой отсек и надувное дно. Транец 18 миллиметров. Лодка рассчитана до 10 лошадиных сил. То есть, 9,8 это максимум. 9,9 вешать на такую лодку я не рекомендую. Ткань у данной лодки 850, поэтому данная лодка имеет массу полегче, чем другие лодки ДК. Да, давайте я сейчас попробую эту лодку донести. ДК 390 игла у меня не получается поднять, только волоком. Так, а вот ДК 320. Да, нелегко, но я несу на плече. Так. Вот тут детские формочки я с краю встану здесь. Ой, огромная лодка просто, да. Нас поедем кататься. Так, вот лодочка флагман ДК 320 на воде. Давайте рассмотрим ее поближе. Спереди имеется ручка, ручка Рым. Внешний леерный пояс, внутренний леерный пояс. Видим, как высоко лодка стоит на воде. Конструкция ДК. Сзади имеются две ручки. Концевики баллонов. Занимают очень мало места. За счет этого внутренний кокпит просто огромный. В задней части имеются риданы, которые помогают лодке держать курс и также уменьшают брызги при срыве воды. При срыве потока воды. Баллоны стоят прямо на днище. За счет этого очень большое внутреннее пространство по полу. По полу больше 90 сантиметров. А по краю баллонов 72 сантиметра. Ладно, все это лирика. Сейчас мы посмотрим, как данная лодочка поедет. Вот это будет значительно интереснее. Продолжение следует...